Сегодня утром 7 ноября, в красный день примирения и согласия, в центральной части Екатеринбурга приключилась массовая демонстрация трудящихся, которая наглядно и очень ярко продемонстрировала сторонним наблюдателям, что никакого примирения и согласия в российском обществе и близко нет. Сегодня впервые в постсоветской истории в едином праздничном порыве слились две толпы – красных пенсионеров и буржуинской молодежи. Консенсуса между коммунистами и бизнесменами не получилось. Вот ярчайший образчик расслоения. Старое, хмурое, недовольное, ненавидящее телевидение и молодое, задорное телегиничное. Сравните. И вот так вот вся страна – отцы и дети. Но начиналось сегодня все празднично и ничто не предвещало такого демонстративного, очевидного расслоения на классы. По программе праздника, закрепленной автографом Чернецкого в его постановлении, сначала, с 10 до 11 часов утра, должна была пройти колонна бизнесменов от Ургу до площади пятого года. А в 11.00 от почтамта должна была стартовать колонна красных – КПРФ, РКРП, Союз советских офицеров и так далее. И изначально было понятно, что старое и новое, если и не антагонизируют, то по крайней мере точно друг друга недопонимают. Но теоретически предполагалось, что две колонны противоположных взглядов не пересекутся. И вот на дворе 10 часов утра от Ургу стартуют бизнесмены. Трудовые коллективы нескольких екатеринбургских компаний, в том числе Суперстрой, Торговый город Держабль и Ижи с ними. Впереди духовой оркестр штаба Урво. Дирижер, подполковник, перед стартом, как всегда, подр и весел, говорит, «Ну что, играем 110 ударов в минуту. Солидный оркестр играет не спеша. Суетятся те, кто играть не умеют. Поехали!» В 10 часов 6 минут утра колонна коммерческих структур отошла от универа. Настроение у всех бодрое, задорное, кругом молодежь, многие с детьми. Девчонки пританцовывают под легкую непринужденную оркестровую музыку. Трамвайное движение по Ленина не перекрыто. Параллельным курсом с демонстрацией бизнесменов идет, так же не спеша, красный трамвай. Повсеместный ритм 110 ударов в минуту. Разумеется, не обошлось и без публичной демонстрации атрибутики. Мобил – вот главный символ современного буржуинства. Но коммунисты в это время, уже подтянувшиеся главпочтанту, этого, по счастью, еще не видят. Колонна бизнесменов переходит через Карла Либнихта. Движение в перпендикулярном направлении перекрыто. Пока все весело, забойно и задорно. Лозунги не политические. В основном самореклама. Наподобие «Да здравствуй, дирижабль» или «Такая же слава суперстрою». На дворе 10 часов 12 минут утра. Шестиминутная проходка коммерсантов завершается напротив главпочтанта. Демонстрация с шариками встает. Пока никто не понимает, почему. Но ситуация попахивает циничной подставой. На дороге коммерсанты, на обочине старики и коммунисты. Если бы среди толпы были стихотворцы-символисты, то они многое бы смогли вычерпнуть из этого противостояния. Молодым, дескать, у нас дорога, но старикам обочина, тротуар. Но пока все спокойно с обеих сторон. Конфронтации нет. Ничего, посмеиваются, а идут все равно. Как для чего? Мы хотим продемонстрировать то, что бывают не политические демонстрации, они бывают социальные. Они на самом деле бывают бизнес-демонстрации. То есть главное это сейчас не то, кто какой пост занимает в правительстве. Главное то, чтобы люди хорошо жили, могли купить хорошие покупки, могли спокойно жить и трудиться. Вот и все. Но вот на 20-й минуте праздника между двумя противостоящими колоннами возникает хмурый трехзубый старичок, кровесник века. Прошлого, разумеется. И он зажигает искру антагонизма и расслоения. Я ненавижу эту самую супер-моду, клеветы на прежнее время. Индустрия построена на моем поколении советским. Советским. И это дорогое, понимаете, строительство досталось под лицам, которые сейчас живут, жируют, наслаждаются своей жизнью, своим положением. Колонны стоят друг напротив друга 10 минут, 20 минут. Никто не понимает в чем дело. Почему буржуйскую колонну не пускают по плану вперед? Красный пролетариат и пенсионеры взирают на коммерсов все более враждебно. Нет, я думаю, это, так сказать, не клево, а нам на самом деле нормально. Потому что мы сюда пришли не для того, чтобы с ними противостоять. И не дай бог, так сказать, высказывать свою какую-то политическую точку зрения. А для того, чтобы вся компания почувствовала себя единой монолитной, как бы, так сказать, группой, которые просто хорошо с друг с другом. А в том числе и показать, что да, действительно, есть такая одна из самых замечательных компаний на Среднем Урале, может быть, в России. Я же не говорил, чтобы надо здесь стоять. Надо организатора спросить. То есть специально, так сказать, может быть, для того, чтобы, так сказать, вредил поставить одну другому демонстрацию. А может быть, просто так получилось. Ну а со стороны коммунистов уже слышатся знакомые злобности. Одна старушка тихонько бормочет. Интересно, сколько бизнесмены заплатили этим детишкам, чтобы они так весело прыгали? Я человек Советского Союза. А вы сейчас кому превратили людей? Что-то какое-то, ладно. Российская коммунистическая рабочая партия завернула и завернула. Будущее рабочих – это социалистическая реанимация. В толпе красно-большевистской ориентации были замечены национал-большевики, лимоновцы, приторговавшие тут же лимонками, газетными, разумеется. И неожиданно, совершенно неожиданно, тут же вырисовался некто Валерий Милехин. Человек довольно известный тем, что в 96-м году в троллейбусе его хватали за гениталии, и тем, что он баллотируется в разные органы власти и никак никуда не может просочиться. Но ему, видимо, на это наплевать. Да-да, вот так наплевать. Вот если бы товарищу Сарварову добавить внешность Милехина, это получился бы настоящий Ленин. Вы, кстати, заметили, как Сарваров стал кахтавить, сгладить накаляющуюся обстановку у почтамта? Попытался главный свердловский коммунист персеков кома КПРФ Кадышников, депутат Государственной Думы России. Один из немногих людей в красных рядах, спокойно взирающий на разноцветных, молодых и веселых бизнесменов. Мы готовы взаимодействовать и взаимодействуем с нормальными бизнесменами. Не все жулики есть нормальные, люди, которые готовы работать, которые к нам обращаются в помощи, потому что власть уже им надоела сегодняшняя. Давят, душат, жулики задавили, и им не дают возможности работать. И мы с удовольствием с ними работаем. Мы встанем, впереди вот это вот, прямо за оркестром, короче говоря. Будут мешать, все равно встать. Ясно, да? Кру! Пум! Почему? Потому что вы первые. Потому что вы первые. Да. Причина торможения бизнесменской колонны демонстрантов выяснилась в 10.50, когда коммерсанты простояли 40 минут зазря. Колонну остановили по приказу начальника милиции общественной безопасности ГУРУВД Сергея Мачалина. Видимо, какая-то нестыковка или нарушение какой-то координации, но мы люди бывшим военные и привыкли верить приказам, отдаваемым высшестоящим начальствам. Я так понимаю, в милиции выяснил начальник Чернецкий, Аркадий Михайлович, подписал постановление, в котором прописал графики движения. По этому постановлению мы с 10 до 11 спокойно проходим, мирно, со своими мирными лозунгами, ни с кем не конфликтуя, проходим на площадь 5-го года, там заканчиваемся и расходимся. После нас должны были проходить различные партии, там еще что-то, ну много, 6 участников практически сегодня демонстрации. Нас почему-то здесь остановили и держат, выстраивая перед нами политические движения, партии, и примыкать к ним, как нам вообще не хотелось. Ну не потому что там по идее, но у нас другая цель была сегодня, что демонстрация, это демонстрация именно лучшей традиции прошлого, это какие-то трудовые достижения, еще что-то, ну встретимся в конце концов. Как будет сейчас развиваться, я не знаю. У нас в 11 окончание мероприятия, я не знаю, может в 11 нас не пропустят дальше, а просто разгонят, да и все. Весело. Но замерзли. Мерзли. Мерзли? Да, чтобы припили. Да, чтобы замерзли. Чтобы не задубить в этом стойбище, бизнес-молодежь развлекается игрой в ручеек, а более взрослая молодежь периодически разогревается изнутри коньячком. Настроение в бизнес-колонии немного приопустилось, но до пола не упало. Когда вперед идут красные, это замечательно, но когда при этом мерзли все остальные, это хуже некуда. Поэтому надо было все-таки соблюдать ранее достигнутой договоренности, говорим как юрист. Ну вот, наконец-то, в 11 часов утра колонна демонстрантов пошла к площади. По решению милиционеров первыми побрели коммунисты, подбадриваемые своим оркестром, зарубающим марши в ритме 120. Кстати, об этом оркестре. Военная форма с прапорщиковыми погонами — это антураж. Реальных военных среди музыкантов нет. Это либо цатавные воины, либо штатские музыканты, собравшиеся воедино из разных мест заради идеи. В отличие от оркестра УРВО, обслуживающего колонну коммерсантов, эти духовики дуют в трубы бесплатно. Бизнесменскую колонну внутренние органы определили за коммунистами. Мы же коммерческая организация, да? То есть у нас мероприятие веселое, а веселье у нас всегда требует денег. Поэтому, ну, оркестр у нас деньги. Они у нас не за политику, они за деньги. Да, на площади мы подготовили небольшое представление, тоже деньги. То есть, ну, есть некоторые расходы, которые, видимо, мы понесем, не запланированы для этого, для, ну, в бюджете этого мероприятия сегодняшнего. Это и есть тренинка! Нужно отметить, что внешней особой принципиальной разницы между колоннами красных и бизнесменов нет. Количество примерно одинаковое. Среди коммунистов тысячи две, среди бизнесменов тысяча. В обеих колоннах идут люди о двух руках, о двух ногах. Есть и молодежь, и пожилые. Все с транспарантами. И у тех, и у других на транспарантах самореклама. Где КПРФ, где суперстрой. Другое дело, что среди коммунистов народ как-то помрачнее и постарше. Но одно отличие все же есть. И оно не внешнее, а глубинное. Среди бизнесменов есть монолитность, а вот в красных рядах существует раскол. Про него известно давно, внешне его не видно, но между КПРФ и РКРП нет ни примирения, ни согласия. РКРП, ну, это организация специально создана, чтобы сдержать наше движение вперед. Вы все должны знать, только в единстве можно решать вопросы, связанные с политической властью. А что такое политическая власть? Это руководство всей страной. Это восстановление всех основ государственности. И у нас, у нас, РКРП, ну, занимается вопросом отрицательного влияния на население. Как говорил о коммунистах боснеписец Крылов, когда в товарищах согласия нет, на слово из трех букв их дело не пойдет. В 11 часов 11 минут утра автомобиль ДПФ с 11 номером на борту, ведущий колонну демонстрантов, въехал на площадь пятого года. Товарищ Сарваров по ходу движения предупреждал. Они поставили там ограждение, они отделили нас от Ильича. Но не бросайтесь на забор, кто бросится, тот провокатор. Пока Сарваров кричал, а бизнесмены веселились. Вот эта вот женщина ехала в трамвае, и ей было на все наплевать. Нужно отметить, что пенсионеры и коммунисты, зашагнувшие первыми на плац, проявили выдержку. Никто на ограду не прыгал. Здесь на площади вырисовалось общее количество демонстрантов. Две тысячи как раз. Накануне, напомню, красные проанонсировали пять-шесть тысяч участников, и опять недобор, как всегда. Постоянно большевики утверждают, что ширятся ряды, но визуально это почему-то незаметно. Здесь на площади расслоения коммунистов и бизнесменов проявилось наглядно. Красные пошли, как всегда, налево, комиссанты направо. И вот на одной площади образовались две кучки демонстрантов. В одной звучат избитые, заколебавшие уже инфернальные вопли отчаяния, в другой наоборот. Речей мало, зато много музыки и весело, ну, по крайней мере, хотя бы радостно. Коньяк в немалой рюмочке стоит прямо на ступеньках помоста. Боевой клич «Ура» у бизнесменов звучит более искренне, чем у красных, и без истошного надрыва. Ура! Молодца! Поздравляю всех трудящих! Поздравляю всех с праздником! Ура! Огромное спасибо всем тем, кто пришел на эту демонстрацию, для того, чтобы почувствовать себя большим коллективом. А между двумя демонстрационными тусовками пролегла брусчатка площади, как пропасть. Это ж надо, вот эти два мужичка так символично залезли в кадр, а ведь скажут, что это постановка. А еще между двумя тусовками оказалось некое существо лимоновского толка. Зовут вроде как Семен, по виду Семенов. А как вас зовут, скажите? Национал-большинская партия. А имя он как? А, Семен Баткин. Что? Пол не меняет. Что? Пол не меняет. Ну, не ест на такие шутки. Нет, я пол не менял, я ориентацию тоже. Мне здесь, честно говоря, среди убогих стариков неинтересно, а там среди убогих молодых не более. Что происходило в красных рядах, право слова малоинтересно. Это случается из года в год, и это очень скучно слышать про власть трудящимся, мир народом и прочую ахинею. Любопытно было то, что толпу демонстрантов отделили забором от памятника Ленину, а ораторы, тем не менее, вещали все же из-под Ильича. Вот, пожалуй, трибуна под Лениным, это было одно из немногих мест, где не наблюдалось раскола. На одной трибуне одновременно можно было созерцать большевика Низипа Сарварова, астролога Анну Кирьянову, областного премьера Алексея Воробьева и в то же время коммуниста Владимира Кадышникова, и тут же бизнесмена Александра Севкова и главного церковского милиционера Владимира Воробьевского. Одни говорили о революции, другие о солидарности, но все вроде как претендовали на заботу о народе и все такое. Бизнесмены же о народе вообще не вспоминали. Они говорили о своих вполне конкретных трудовых коллективах, в которых работают не барыги, а такие же простые трудящиеся люди. И если сегодня была демонстрация трудящихся, то их в бизнесменской колонии было намного больше, чем среди пенсионеров, безработных и прочих социально несчастных типов, обделенных государством. Бизнесменская колонна, как кажется, взяла то самое лучшее, что было в советских демонстрациях, а красные, наоборот, уперлись в политическую скукотищу. Если при совке политика на демонстрациях и была, то ее мало кто замечал. Но отлики да здравствует КПСС никто ведь всерьез не воспринимал как предвыборный логик. Закончились обе демонстрации в первом числе дня, без каких бы то ни было происшествий. Главное в демонстрациях, ведь чтоб весело было всем, в том числе и детям, и даже милиционерам. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok